Я вылетаю в Ирландию. Ребята, полет не проходить у нас через Стамбул. Я даже, кажется, так громко заговорил. Мне кажется, сейчас раз ужин. Вот, сейчас 7.40 утра примерно будет, когда мы вылетим. И в 15.40 по дублинскому времени, а по-нашему это будет 9.40, мы прилетим в Ирландию. Вот так, с одной пересадкой через Стамбул. Поэтому, погнали. Мне случайно досталось место с дополнительным местом для ног. В общем, вот так выглядит у нас самолет. Вот здесь нет отдельного, конечно, телевизора. Ну, ничего, зато вот это для меня кайф, потому что у меня рост 1.94. Дали вот такую сумочку. Здесь у нас, получается, беруши, чтобы поспать вот эти вот для глаз и носочки, чтобы можно было обувь снять. В общем, комфортно. Прилетел я уже в Стамбул. Сейчас у нас будет пересадка. Немножко перекусим. И уже через полтора, по-моему, 2 часа мы вылетаем в Дублин. Вот. Аэропорт огромный, вот этот стамбульский новый, просто каких-то колоссальных размеров. Очень много времени потратили просто на то, чтобы пройтись. Перекусить решил в Сабвее. Вот тут большой выбор, большой выбор начинок разных. Сыры, овощи, все по красоте. Я буду есть чикен, терияки. Ну и, конечно, в Турции обожаю вот этот швепс мандариновый. Он стоит 160 турецких лир. Очень вкусный. Ребята, я в Ахире с цен в Стамбуле сейчас, в аэропорту, потому что у меня мой заказ, это сэндвич и напиток вышло в 800 лир. Это на тенге 13600, если по курсу считать 17 за одну лиру. Капец. Я иногда забываю снимать ролики. Ребята, простите, некоторые моменты. Но что интересно, да, мы уже в Дубле. Все, полет нормальный. Дублин, как оказалось, удивительно вообще абсолютно, да? Единственный город, у меня сейчас предшествие, то есть Алматы, Стамбул и Дублин, в котором светит солнце. Единственное, в Стамбуле там дождина, в Алматы дождина. Везде, короче, какая-то дождина. Вот так примерно выглядит аэропорт Дублина. И здесь у нас выдача багажа. Я, кстати, мой чемодан вышел самым первым. Вот это лотерея. У нас тут небольшой трансфер. Нас забрал вот этот мужчина прекрасный в костюме и отвезет нас в наш отель. Очень здесь ветрено. Надеюсь, вам будет слышно, что я говорю. Так, давайте сразу сниму номер отеля, который у меня здесь. Пока я его не уничтожил. В общем, смотрите, сразу справа уборная. Тут раковинка, унитазик вот такой, душевая кабина. Такая интересная. С вот такой фиксированной лейкой. Моя нелюбимая фиксированная лейка. Зачем такое делают? Так, дальше, собственно, вот он холл. Тут зеркальце. Вот это вот тумба. Или как она называется? Два стула, чтобы можно было проводить интеллектуальные беседы. И кровать. Кровать, по ощущениям, коротковата для меня. У меня метр девяносто четыре рост. Здесь она как будто метр... Тайфик знает, может и два. Надеюсь, что два. Окно. Окно выходит куда? Окно выходит на какую-то улицу. Вот вам, пожалуйста, типичный Дублин. Типичная Ирландия, пожалуйста. Вот коридор. И тут стоят пивные кружки. В общем, убирают пивные кружки. Вот так выглядит коридор нашего отеля. Еще пивная кружечка, пожалуйста. Стаканы. Стаканы, я извиняюсь. Вот тут кто-то уже, походу, набор возил маленько. Ну, всякое бывает хорошо. Не осуждаем никого. Ну, атмосферненько здесь. Я вот нашел лестницу. Что-то я почему-то решил по лесу спуститься. Что-то не стоит, наверное. Сейчас заблужусь еще. Нафиг надо. А вот так, собственно, выглядит холл нашего отеля. Отель называется Maldron Hotels. Небольшой отельчик, 4 звезды. Достаточно приятный, атмосферный. И, что самое главное, находится он в центре города. Так, ребята, вот сразу мы в отеле. И, кстати, здесь вот Гиннес самый дешевый. Из всего, что здесь пенного представлено, самый дешевый именно Гиннес по меню. Так, давайте меню посмотрим. Я вам сразу покажу. Вот, пожалуйста, разливуха, пинточка Гиннеса 6,90 стоит. Это перроник какой-то 7,80. И бутылочный еще есть. А всем привет, это наш первый бокал. Вот вышло на 28 евро. Ребят, смотрите, мы сейчас вышли на 5 минут на улицу. И нам вот заботливо напиток наш накрыли вот такой бумажкой. Чтобы не выветривалось или что. Очень традиционная ирландская еда. Fish and chips. И мы обязательно попробуем, как здесь готовят его. Мы забежали в супермаркет в Дублине. Вот такой большой увидели. И сразу пришли. Что тут? Стейки. Стейки. Вот такие маринованные. Три штуки всего лишь за 10 евро. Но это, по-моему, неплохая цена. Хотя они такие небольшие. Chicken stir fry. Котлеточки для бургеров продаются. Почем котлетки? 6. 6 евро. А две штуки берешь всего лишь за десятку. Моя любимая часть в супермаркетах – это всякая разная готовая еда. Вот, например, sweet and sour chicken с рисом сразу идет. Довольно тяжелая, кстати, упаковка. Вот стоит 4 евро. Это готовые обеды. И они вот начинаются от 4 евро. Самый дорогой, вижу, 5,50. 5,50 – это прям самая высокая цена. Это что-то на... А, это что-то на итальянском. Спагетти болонезе. По овощам и фруктам тоже не скажу, что прям густо очень. Но что-то есть. Вот авокадинки. 1,59 – одна штучка стоит. Ну, неплохая цена. В принципе, почти как он... Нет, нет, у нас, по-моему, дороже. У нас дороже стоит. Хотя Ирландия – это далеко от авокадо. Вот ягодки, смотрите, вот такие. 2 евро стоит. А вот такая большая пачка голубика и малина стоит 4 евро. Нашел, но уже упакованная. Тут есть, получается, вот копченая семга. 4,39 стоит. Тоже копченая. 5 евро стоит за пачку. Вот красивенькая такая рыбка. Красная. А у нее цена, я даже не знаю, сколько. Ну, в районе 5 евро, по-моему, за вот такую пачку. Небольшая пачка. Но цена, конечно, дешевле, чем у нас в Казахстане. Мы сейчас в процессе поиска легендарного бара. И вот переходим сейчас через вот эту реку. И вот мы нашли Temple Bar. Вот такой красненький. Смотрите, уже прям супер новогоднее настроение у него. Прямо находится у реки. А вот такое здесь меню. По ценам все в евро. Фиксируйте, переводите. Сразу фиксируем. Нас не пустили из-за меня, потому что я в трикохах. Ну, как в обычных спортивных штанишках, в которых, в принципе, по Алматы я могу зайти практически везде. Но здесь вот именно в этот Temple нельзя. Вот, дядь, кто-то говорит. Джинсы, короче, в порядке. Мы нашли какой-то вообще фантастический еще один Temple Bar. Я не знаю, это просто походу название. Смотрите, что за атмосфера здесь какая-то нереальная. Мы все идем. Очень красивые места. Вот, наконец-то, зашли на барный квартал, наверное. Так лучше сказать, потому что это не совсем улица. Она вот такая вся извилистая. Тут разные перекрестки. И везде здесь бары. Везде Temple, Temple Bar, Temple Bar. Ребята, в общем, наш вечер заканчивается вот в этом баре. Баре International Bar 8. Тут внизу проходят стендапчики. В общем, вот такое местечко. Сейчас 9 часов вечера. Все, мы уже по домам. Старость, не радость.